ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Во втором немножко с какими-то провалами, дважды брал подачу, потом отдавал свою, немножко занервничал при подаче на матч при счете 5-4, поэтому непросто. И, к сожалению, так сложилось жеребие, что мы два друга попали, и кто-то один только сегодня мог выиграть, потому что это теннис. И я всегда Евгению желаю самого лучшего именно и в теннисе, и на корте, и за пределами корта. Но сегодня повезло больше мне. Несколько лет назад, насколько я помню, тоже здесь же в Питере, только в другом месте он меня обыграл, поэтому такой один-один. Когда вы были в Москве еще на Кубке Дэвиса, обращали внимание здесь на результаты жеребьевки? То есть как-то друг с другом посмотрели, посмеялись, нет? Да, мы сидели в субботу на матче, болели, и просто один из тренеров подошел, сказал, видели сетку, мы такие, не-не, что было. Он рассказал, что там еще помимо этого было забавно, что Рублев играл с Кукушкиным, то есть тоже как бы по сути оба ребята из Кубка Дэвиса, поэтому да, конечно, забавно, но так иногда бывает. В прошлом году вы не участвовали здесь на турнире, в этом году наконец приехали в Петербург. Расскажите о своих впечатлениях, эмоциях от этого турнира. Впечатления только положительные, я был очень приятно удивлен всей организацией, начиная от отеля и заканчивая едой на стадионе. Представление перед матчем тоже очень-очень хорошее, и действительно, вечеринка игроков тоже приятно удивила, то есть везде все, только положительные какие-то эмоции. Действительно, организаторы сделали очень хорошую работу, и я теперь понимаю, почему в прошлом году его признали лучшим турниром серии 250. А что на вечеринке игроков? Расскажите нам, обывателям, которым туда доступ запрещен. Ну, я в Инстаграм пару фоток выложил и видео. Но просто на самом деле необычная вечеринка игроков, просто обычно это бывает так, что ты просто приходишь в ресторан, ну там покушали, попили, пообщались и пошли домой. Здесь, в принципе, было какое-то представление, был очень хороший ведущий, который и пел, и танцевал, и развлекал публику. Пригласили какие-то группы музыкальные, модный показ был. То есть, ну, действительно, интересно, и есть на что посмотреть. На трибунах за вас болеют ваш отец, тренер, и ваша девушка. Вот какую часть эмоций забирает папа, какую часть эмоций забирает, может быть, девушка? Не знаю, мне сегодня сказали, что очень часто показывали девушку, и она очень нервничала, поэтому я все-таки старался на них не обращать внимания, чтобы их нервозность не передавалась мне. Мне, в принципе, своих нервов хватает на корте. Но спасибо им, да, они меня действительно поддерживают и очень помогают. Следующим вашим соперником станет Томаш Бердых, девятая ракетка мира. Что можете сказать, что ждете от этого матча? Ну, мы с ним ни разу не встречались на турнирах. Я помню одну тренировку, несколько лет назад мы с ним тренировались, но, безусловно, это непростой матч, то есть человек, который стоит в десятке, его будет непросто обыграть, но при этом я уверен, что так, как я сейчас играю, если у меня завтра получится тоже показать хороший теннис, то шансы будут. Спасибо вам, мы желаем завтра показать хороший теннис и победить. У нас в гостях был российский теннисист Андрей Кузнецов, который сегодня вышел во второй круг турнира St. Petersburg Open. Субтитры создавал DimaTorzok